МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сарове проходит муниципальный этап областных соревнований «Нижегородская зорница-2021». Далее расскажем обо всем подробно. На заседании Саровской думы депутаты согласовали кандидатов на должности заместителей главы города. Какие вопросы больше всего волновали народных избранников, расскажем в следующем репортаже. За, против. В думе прошло тайное голосование. Народные избранники согласовывали кандидатов на посты заместителей главы города. Алексей Сафонов выдвинул четырех претендентов. Олега Кочеткова первым замом, Илью Волкова, Леонида Бородулина и Марину Жукову – заместителями по направлениям социальной политики, строительства и финансов. Процедура предусматривает создание счетной комиссии, заслушивание выступлений по приоритетным направлениям. Она развитирует тех направлений, которым замы будут назначаться, самих кандидатов, ну и, соответственно, процедура тайного голосования. Самые острые вопросы депутаты адресовали Леониду Бородулину и Марине Жуковой, претендентам на посты замов по капитальному строительству в городе и вопросам бюджета и финансов. Присутствующих волновали как глобальные проблемы, например, ревизия земельных участков, долгострой на перекрестке улиц Московской и Курчатова, так и частные – строительство детского парка на улице Сосина. Реализация обсуждаемых предложений требует существенных финансовых вложений. Я всегда за то, чтобы ехать на машине, не на квадратных колесах. Это неудобно всем. Соответственно, чтобы поездка была приятной, нужно принимать грамотные и своевременные решения. Я абсолютно за логику, порядочность и открытость во всех направлениях. Если есть проблема, ее нужно просто садиться и обсуждать, решать. Выслушав кандидатов и задав все интересующие вопросы, депутаты приступили к процедуре голосования. На нее отвели 30 минут. Народные избранники ставили галочку напротив графы «за» или «против» и опускали бюллетень в урну для голосования. Итоги озвучил председатель счетной комиссии. Четыре из четырех претендентов набрали большинство голосов. Олег Кочетков, Илья Волков и Леонид Бородуллин набрали одинаковое количество голосов – 24 «за» и 5 «против». В бюллетень номер 4 для тайного голосования была включена кандидату Ружукову Мария Вячеславовна. Значит, присутствовало 29 депутатов. Результаты голосования «за» Жукову Марину Вячеславовну проголосовало 28 депутатов против 1. Также поздравляем лучший результат. Исполнять обязанности заместителя по вопросам городского хозяйства остается Сергей Лобанов, который курировал этот блок при Алексее Голубеве. Дети смогут отдыхать в лагерях за пределами регионов, в которых они проживают. Соответствующее постановление подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Ограничения на отдых в детских лагерях ввели в июле 2020 года в условиях пандемии коронавируса. Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта РФ, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте РФ по месту отправления и прибытия детей. А также предложение главных государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах РФ или их заместителей, говорится в постановлении. Также Роспотребнадзор увеличил максимально допустимую заполняемость лагерей с 50% до 75%. Принимать решение о работе палаточных лагерей должны будут органы исполнительной власти регионов с учетом местной эпидемиологической ситуации. Запрет на отдых в лагерях за пределами региона проживания действовал для всех российских субъектов. Исключение сделали для детей из арктической зоны и городов федерального значения. Последним оставили возможность отдыхать в субъектах, которые граничат с такими городами. Более 300 тысяч деревьев высадят в Нижегородской области в рамках акции «Сад памяти». В этом году ее приурочили к 80-летию сади начала Великой Отечественной войны. Принять участие в экопроекте может каждый. Вся информация на сайте садпамяти2021.рф. Ближайшее от Сарова места, где будут сажать деревья, находится в Вознесенском. 11 мая там планируют высадить 11 200 сосен. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Продолжается подготовка строительства дороги к новой детской поликлинике. Администрация заключила первое соглашение о выкупе гаража. Стоимость недвижимости определял независимый оценщик. Полученные деньги собственник может оставить себе или построить гараж в новом кооперативе за АЗС на улице Силкина. Напомним, что администрация Сарова постоянно консультирует владельцев сносимых гаражей. Справки можно получить по телефону 9 90 47. Итоговое сочинение школьники будут писать не 5, а 15 апреля. Об этом говорится в приказе Минпросвещения и Рособранадзора, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Напомним, зачет по итоговому сочинению для 11-классников – это допуск к ЕГЭ. Также результаты сочинения ВУЗ может учитывать при зачислении абитуриентов. Те, кто получил не зачет, не пришел на сочинение, не дописал по уважительным причинам, могут написать его в дополнительные сроки 5 мая или 19 мая. В Саровском драматическом театре прошла экспромт-битва, посвященная Международному дню театра. На праздничном вечере артисты состязались в фантазии, памяти и мастерстве перевоплощения. Все задания строились на полной импровизации. О том, как участники справились с экспромт-испытаниями, в нашем следующем репортаже. Актерам не в новинку работать с реквизитом, но в этот раз им предложили разыграть небольшие тюды со случайными предметами. Все этапы экспромт-битвы Саровского драматического театра строились на импровизации. Участников разделили на две команды и предложили попробовать свои силы в разных творческих заданиях. Атмосфера вечера больше напоминала капустник, чем соревнования. Мы решили, что зачем делать победители. Такой прекрасный день, день театра. Для меня лично они все просто победители, потому что это очень сложно так выходить, не зная, что делать, вот просто здесь сейчас выдумывать. Это сложно, поэтому мы решили, что не нужны победители, они все прекрасны. Выход за выходом актеры показывали зрителям все грани своего мастерства. Они упражнялись в памяти, объясняли зрителям профессиональные термины, опираясь на рандомные картинки. На ходу придумывали мизан-сцены, разыгрывали тюды в предложенных обстоятельствах. Каждое слово в диалоге начинали со следующей буквы алфавита. Ты не знаешь, что тебе предстоит, ты не знаешь, что тебе скажут, ты не знаешь, что тебе прикажут. Это как вот бывает, слава богу, редко, но бывает, когда случайно артист, например, какой-то на сцене забывает текст, а другой артист понимает, что тот забыл текст, и нужно выкручиваться, потому что зрители сидят, спектакль не остановишь, не скажешь, что ты сейчас должен сказать вот так. Нет, ты должен выкручивать ситуацию таким образом, чтобы никто ничего не понял, и дальше было так же интересно. Импровизационный эксперимент уже проводили в подвале, в этот раз перенесли на большую сцену. Экспромт-битва должна была стать частью двухдневного театрального марафона, но из-за пандемии реализовать масштабный праздник не получилось. Однако небольшое количество зрителей, которым все-таки удалось попасть на вечер, получили массу положительных эмоций. В финале вдохновленные фрагментом спектакля «Семья Конвой», который совсем недавно прогремел на уровне области, артисты разыграли для гостей шарады. На школьных каникулах во Дворце детского творчества снова читали вслух. В этот раз свои способности демонстрировали девятиклассники. Вслух читали рассказы Антона Павловича Чехова. В проекте приняли участие 28 учеников из разных школ города. Подробности смотрите в следующем репортаже. Простые предложения и нет заумных философских рассуждений. Рассказы Чехова как нельзя кстати подходят для чтения вслух. Тонкая ирония писателей и легкий юмор помогают читателю понять самые сложные жизненные ситуации. Читать рассказы Антона Павловича пригласили девятиклассников. Некоторые из школьников впервые участвовали в проекте. Начать чтение вслух с Чехова – это прекрасно. В такой солнечный день вдвойне прекрасно. В такой чудесной компании – втройне прекрасно. Читали не только юмористические произведения, но и так называемые святочные рассказы. Ученикам 14-й школы досталось кривое зеркало. Придание говорит, что в зеркале сидит черт, и что у прабабушки не была слабость к чертям. Сергей Романцов участвует в проекте «Читаем слух» второй раз. Он отметил, что даже немного жутковатую историю про мистическое зеркало читать было легко. Участие в этом проекте мне очень понравилось. Оно дало мне довольно хороший опыт выступления на публике, например. Также я немного попрактиковал свое чтение, так как обычно я читаю про себя не вслух. Проект Дворца детского творчества позволяет совершенствовать навыки выразительного чтения. И хотя никто не оценивает выступления школьников, они все равно стараются читать громко и выразительно. Проект замечательный. Чтение вслух – это очень важный навык. 95% успеваемости, успеха ребенка в школе зависит именно от того, как он умеет читать. Следующая встреча в рамках проекта состоится 14 апреля. Ее посвятят 100-летию со дня рождения академика Андрея Сахарова. Ученики 11-х классов будут читать вслух его книгу «Горький, Москва. Далее везде». Воспитанники детской школы искусств приняли участие в открытом Нижегородском областном конкурсе юных исполнителей на народных инструментах «Весенние наигрыши-2021». Их соперниками были более 100 юных исполнителей на баяне и аккордеоне из 30 городов нашей области. В жюри входили преподаватели Нижегородского, Держинского и Арзамасского колледжей. Подробнее о выступлении юных саровчан на конкурсе расскажем в следующем репортаже. Матвей Резяпов играет одну из своих самых любимых композиций «Старый роман с Дербенко». Впервые мальчик взял в руки баян 6 лет назад. Игра увлекла его с первых занятий, и музыкой он живет по сей день. Вначале играл простенькие, незамысловатые мелодии. Но с каждым годом его репертуар обогащался более сложными композициями. Сначала играем, разбираем отдельными руками, обращаем на смену меху и на пальцы. Как правильно располагаются пальцы на ноту, на клатуре. Потом так же все слева и ее объединяем. Потом мы по цифрам учим пьесу и, когда выучили, ее закрепляем. Баян – традиционный русский инструмент. В старину без него не обходилось ни одно народное гуляние. Современные учителя сегодня раскрывают своим ученикам его богатые музыкально-выразительные возможности. В руках талантливого музыканта он способен затронуть самые глубинные струны души любого слушателя. Инструмент наш, он чем уникален? Он, во-первых, дышит. Мы его сравним с человеческим голосом. Потому что человек может управлять голосом, может свои эмоции высказать именно так, как он считает нужным. И наш инструмент, он тоже ему подвластен. Именно вот этот момент, когда мы можем говорить именно чувствами своим, через инструмент. Мастерство воспитанников детской школы искусства ценили на областном конкурсе «Весенние наигрыши». Матвей взял гран-при соревнования, а Илья Лукин, Тимофей Майоров и Павел Минеев стали лауреатами первой, второй и третьей степени. В Сарове проходит муниципальный этап областных соревнований «Нижегородская озорница». В военных дисциплинах, знаниях истории и физической культуры состязаются команды из пяти школ в средней и старшей возрастной категории. О том, как прошел один из соревновательных дней, расскажем далее. Станок для отжиманий равномерно отсчитывает количество касаний. Чтобы получить максимальный балл из упражнений, Верене и Белкиной нужно коснуться платформы 20 раз. Кроме отжиманий у девушек и подтягиваний у юношей, в минувшую пятницу ребята сдавали нормативу по бегу и метанию гранаты. Отряд «Барс» пятой школы участвует в «Нижегородской озорнице» в старшей возрастной категории. Команда лидирует, но не все ребятам дается легко. Сложно, наверное, было стрельба. Из-за того, что нас большинство отряда плохо видят, это нам сложняла задача. Мы надеемся, что мы справились с этим хорошо и что у нас все будет классно. На соревнования отряда приходят по графику, чтобы не было массовости, так как еще действуют ограничительные меры. Да и участников не так много. В каждой команде 10 человек. Шесть юношей и четыре девушки. К сожалению, в этом году пандемия, как и во все, внесла свои поправки, поэтому участвует всего пять школ, хотя традиционно у нас принимают участие 18-18. Пять школ, одна школа в средней возрастной категории и четыре школы в старшей. «Нижегородская озорница» – это комплекс соревнований по основам военной подготовки, истории и физической культуры. Состязания проходят несколько дней, так как дисциплин много. Это физическая подготовка, метание гранаты, бег на длинную дистанцию, короткую, плавание, отжимания и подтягивания. И, естественно, дисциплины военизированы. Это, например, разборка автомата Калашникова, одевание общевойскового защитного костюма УЗК на время. Естественно, они обходятся без интеллектуальных конкурсов, таких как ратные страницы истории. Команда-победитель муниципального этапа будет представлять Саров на дивизионных соревнованиях, которые пройдут в апреле. Финал «Нижегородской озорницы» запланирован на октябрь. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!